Внимание! Данный проект получился большим по продолжительности, поэтому выходит частями. На ваших экранах вторая часть, ссылочки на все остальные части вы найдёте внизу в описании. И да, друзья, этот выпуск выходит только благодаря вашей поддержке. Да, возможно, он выходит с небольшой задержкой, я как увидел полторы тысячи лайков, я сразу побежал его пилить. Но бывает такое, что монтаж приходится делать очень долго, ну и плюс ещё материал пока собрал. В общем, какое-то время прошло, заранее извиняюсь. Но сейчас не об этом, сейчас о том, что вы потрясающая публика, которая великолепно поддерживает. Спасибо вам за это большое. Ну и хочу напомнить, что всего лишь полторы тысячи лайков, новая часть уже завтра. В общем, как вижу полторы тысячи лайков, бегу пилить новый выпуск. Ну и я не смею вас больше задерживать, приятного вам просмотра. И этот сезон стартует, как всегда, с предсезонного турнира, но в этом сезоне я получил небольшую, да что там говорить, большую подставу. Мне дали всего 21 миллион, учитывая то, что я в прошлом сезоне заработал огромную сумму денег. Где бабки, руководство? Где деньги, блин? Перед тем, как мы продолжим, я хотел бы порекомендовать вам отличный онлайновый футбольный менеджер. Футбольный менеджер Легион. Вкратце поясню, что такое футбольный менеджер. Это футбольный мир, где проходят соревнования аналогичные реальным. Реальные команды и игроки. В отличие от FIFA, здесь не нужно принимать решения за конкретного игрока. Здесь ты управляешь всей командой в целом. А заявка на матч шлется заранее. То есть вы как тренер даете установку, а потом смотрите матч в виде анимации. Ну и также здесь присутствует все, что присуще футболу. Трансферы, прокачка команды, тренировка игроков, строительство инфраструктуры и так далее. Здесь все, ребята, есть. Гранда сразу никто не даст, вам нужно будет подняться от новичка до профи. В этом система довольно справедливая, и каждый имеет возможность в дальнейшем тренировать топ-клуб. В отличие от офлайн-менеджера, здесь все проходит онлайн. То есть вы играете с реальными людьми. Чуть не забыл, также вы можете играть бесплатно, что очень важно. Причем это самый намороченный проект в Рунете. Есть анимация матчей, свое приложение под андроид, а также сопровождает все это оперативной техподдержкой. Админы практически живут на этом проекте. Живой форум, причем он позиционируется вообще как ресурс о футболе, а не только о проекте. Поэтому можно сказать наверняка, что среди фут-менеджеров это самое большое сообщество любителей футбола. Проект стабильно существует 2006 года, я частенько на нем поигрываю. Так что переходи по ссылочке в описании и начинай играть. Ну а мы продолжаем этот видеоролик. Так как не дали мне денег, придется искать молодежь. И я решил, что в этот раз я должен найти уже игрока, который будет тащить клуб в будущем. Очень надеюсь, что смогу все-таки его найти. Нужно как-то выкручиваться, потому что этот сезон у нас, сезон, в котором мы должны попасть в Лигу Европы. Прям кровь из носу это сделать. Хоть мы и проиграли предсезонный турнир и получили не так много денег, как могли получить, но это все равно хорошие деньги. Ну и вот этот состав нужно будет слегка пока перестроить, потому что деньги действительно нужны нашему клубу для тотальной перестройки. И посмотрите, друзья, кого нашел мне сразу скаут. Это Декстер Хантер, очень перспективный опорный полузащитник. Но, по крайней мере, я вижу по позициям, он вроде как опорником должен быть, потому что позиция между центральным полузащитником и центральным защитником. Ну и также, друзья, меня приглашают в Ливерпуль, но у меня в этом проекте навсегда в сердце. Ноттингем Форест, никакого Ливерпуля. По-прежнему мне находят здесь скаут хороших игроков. Решил я добавить их всех в команду, потому что на них еще можно в будущем будет заработать. И поэтому пока все идут, игроки, которых находят мне скаут хорошего рейтинга, идут в мой состав. Как сказать, для дальнейшей перепродажи. И проходит ровно половина сезона, и мы, друзья, должны будем продлить контракт здесь с некоторыми игроками. Например, с тем же Ятасом, Райаном. Нам не удалось продлить контракт, так как он собрался уходить из клуба. И Райан просто не хочет находиться в нашем составе. Да, поэтому я решил найти ему замену. Решил найти ему замену в лице Энока из Андерлехта. Впу вроде бы его фамилия читается, и я подписал данного футболиста благодаря обмену. В общем, даю Карвалию Андерлехту и доплачу сверху 27 миллионов 800 тысяч. Я думаю, что неплохая сделка, учитывая то, что тот же Энок имеет хороший потенциал. Самим игрокам пришлось, друзья, чуть-чуть поторговаться в плане зарплаты. Будет он получать у нас, конечно, космическую сумму в размере 60 тысяч евро, но я очень надеюсь, что свои деньги он точно оправдает. Я-то самую сразу убираем из состава, оставим в Эпу и просто прощаемся с данным футболистом. Я считаю его предателем. И вот остается ровно час до конца трансферного окна. Не получилось у нас в этом сезоне взять хороших игроков, кроме одного единственного. И то, это вынужденное приобретение, потому что мы в следующем сезоне останемся без опорника. Но зато остальные клубы хорошо понакупали всех футболистов, и вот они уже будут бороться, конечно же, за пятерку сильнейших АПЛ. Потому что мне кажется, что наша команда, ну, если попадет в пятерку, то это будет чудо чудесное. Это будет просто героизм наших футболистов. Учитывая то, что в этом сезоне мы реально никого не покупали, а только продавали, да в аренду отдавали. Единственное приобретение, говорю еще раз, это в Эпу. И то это вынужденное приобретение для хоть какого-то усиления состава. Но все равно мы должны показать себя хорошо в последнюю половину сезона. Посмотрим, что из-за того выйдет. Заканчиваем трансферное окно и переносимся в май месяц. Перенеслись мы в май месяц. Как вы видите, мы там с треском проиграли Ливерпулю, но в таблице мы все-таки заняли пятую строчку. Чудом, но заняли. Да, друзья, удалось нам обойти Волков и Арсенал. А все из-за того, что наши игроки очень себя неплохо показали. И удивили меня, как... Не удивлял, наверное, никто. Кубок Эмир Эдс Кап, кстати, в этом сезоне выиграл Манчестер Сити, а мы вылетели на стадии полуфинала. Этот сезон получился даже очень... Добротным. Ведь в Карабо Кап хоть и взял титул Манчестер Сити, но в Карабо Кап мы тоже дошли до полуфинала и отлетели от того же Манчестера Сити. Представьте. Представьте, друзья, мы могли пройти Манчестер Сити в полуфинале и играть уже в финале против Манчестер Юнайтед в Кубке. Но немного не хватило. Манчестер Сити, конечно, сильнее нашего клуба по составу, и это нужно понимать. Суперкубок UEFA выиграл в этом сезоне Ливерпуль. Также Лигу Чемпионов взял Тоттенхэм, неожиданно для меня. Лигу Европы Боруссия Менкенглагбах. В пример Лиги лучшим бордиром стал Кейн, по голевым пасам Водкинс, по сухим матчам Эдерсон. В Эмиретс Кап лучшим бордиром стал Кейн, по голевым пасам Сон, по сухим матчам Эдерсон. Ну и в Карабо Кап. Лучшим бордиром стал Марсиаль, по голевым пасам Исак, и по сухим матчам Эдерсон. В общем, наши футболисты особо много не забивали. В основном у нас была командная игра. Конечно, во многом мы сушили игру иногда. Иногда показывали футбол высочайшего уровня, играли просто, друзья, как заведенные. И вообще, этот сезон мы вытянули благодаря только эмоциональной составляющей. И смогли даже заработать нехило. 204 миллиона заработали. Потрясающий результат. Ну и в бюджете у нас осталось 5 миллионов. Даже денег еще осталось немножко. Потому что за эти 5 миллионов мы никого бы реально не купили хорошего, к сожалению. Ну и в этом сезоне себя классно показал Кейти. Прокачался на 4 пункта в рейтинге. Забил 25 мячей за сезон. И это великолепный результат. Мура еще можно отметить, кстати. Мур тоже забил 20 мячей, отдал 11 голевых передач. И по голевым пасам, кстати, лучший игрок нашего состава это Магин. Но Мур меня удивляет. Этот парень прибавил за сезон и прибавил добротно. Прибавил существенно. Прибавил так, что я даже не ожидал от него этого. Он прибавил плюс 4 к рейтингу. То есть с рейтинга 73 он стал 77. Этот сезон получился очень удачным для нашего состава. Несмотря на то, что состав был невысокого уровня. И благодаря второй половине мы вытянули этот сезон. И будем играть в следующем сезоне в Лиге Европы. И новый сезон начинается с того, что мы снова выбираем предсезонный турнир. Кстати, самое интересное, что в этом сезоне мы играем в предсезонный турнир, за который платят в 2 раза больше, чем за все остальные. Почти в 2 раза больше. Ну и в этом сезоне нам дали, наконец-то, денег. 86 миллионов мы получили. И за эти деньги можно купить добротного игрока на тот же фланг. На правый фланг. Да, да. Вы скажете, зачем ты покупал Тилмана тогда? Ну блин, Тилман меня на тот момент устраивал, поэтому я его и брал в состав. Но сейчас мне нужно будет немного его перестроить. Ну и в этом сезоне нам дали задачи. В Лиге Европы дойти до полуфинала? Офигеть. В пример, Лиге закончить в зоне UEFA Лигы Европы. То есть занять пятую позицию, по сути. Ну и вот наш состав выглядит сейчас таким образом. Как вы видите, Кодиаглу, Мур, Кетти, Вепу прокачались. Прокачались и очень даже хороший футбол показывали в прошлом сезоне, поэтому не прибали в рейтинге. Ну и друзья, нужно будет менять Макена. Да, вы скажете, зачем ты убираешь Макена? Ну все очень просто. Макен уже не вытягивает центральную линию защиты. И из-за его оплошностей мы очень много пропускали в прошлом сезоне. Так что я пытаюсь выкупить Тимвера именно за отступные. Потому что реально Аяхт захочет больше, чем 32 миллиона. И иду уже разговаривать с самим игроком, где удается мне договориться на зарплату в размере 31 тысячи евро. Теперь в нашем составе играет Тимвер. Ура! Ну а друзья, тут скаут нашел очень интересного футболиста. И причем на фри. Если этот игрок нам не подойдет, его можно в любой момент продать. Это очередной голландец. Эклен Камп. Его нам удалось подписать на зарплату в размере, друзья. На секундочку, представьте, 34 тысячи. Это меньше, чем получал в прошлом клубе. А значит, это очень даже выгодное приобретение, учитывая, сколько мы можем заработать в будущем. И после вот этой небольшой перестройки состава, состав выглядит вот так. Да, Тимвер будет играть теперь центральной линией защиты. Я уверен, что Тимвер будет еще прибавлять в рейтинге, так как это молодой и перспективный игрок. Ну и в этом сезоне мы проиграли предсезонный турнир. Проиграли его с треском. Так как половина игроков просто уехала на сборы. Хотела купить здесь интересного вратаря, но, к сожалению, подписать мне его не удалось. Так как его просто Парма сама недавно приобрела. Но зато выкинули Сибалеса на фри. И почему бы мне не подписать Сибалеса, учитывая то, что этот игрок может добавить опыта нашей команде. Ну и еще и выходить на замены активно и удачно. Ты и попросил зарплату на небольшую. 56 тысяч у нас будет зарабатывать. Хотела также взять в состав Рафиньо на правый фланг, потому что правый фланг у нас реально страдает. Но Лидс не захотел нам его продавать, так как мы прямые конкуренты Лидса, оказывается. Представьте. Виктор Цыганков это еще один футболист, который может оказаться в нашем составе. Учитывая то, что у Лейпцига аж три игрока на позицию ПП, одного из них они должны нам продать. Начнем с Цыганкова, а дальше посмотрим. В общем, идем разговаривать по трансферу. Цыганкова нам захотели отдавать только... Если мы отдадим им Тилмана. Пришлось, друзья, чуть-чуть поторговаться. И представитель клуба Лейпцига решил подумать. Подумал он и решил, что все-таки очень даже хорошая сделка и они согласны. Поэтому мы бежим разговаривать с самим футболистом. И так как Цыганков после приобретения Лейпцигом Гринвуда вылетел из основы, он согласился перейти в наш клуб и будет зарабатывать у нас 79 тысяч евро. В общем, четыре приобретения в этом сезоне. Два это бесплатных футболиста и два это футболиста хорошего уровня. И вот так вот сейчас выглядит наш состав. Цыганков будет играть у нас справа. Сибалис будет у нас игроком замены. Тот же Эклин Камп будет у нас выходить во второй половине вместо Мура, когда Мур будет не вытягивать. Я считаю, что я собрал хороший состав, который способен в этом году побороться за выход хотя бы в полуфинал Лиги Европы. Учитывая то, что соперники у нас несложные, это Селтик, Бешикташ, Люцерн, это по группе, что касается. Ну а дальше посмотрим, кто будет нам попадаться в плей-офф Лиги Европы. Лига Европы это все-таки не Лига Чемпионов. И я очень надеюсь, что на все, друзья, выйдет очень удачно. Ну и проходит первая половина сезона. После первой половины сезона, друзья, трансферы выглядят следующим образом. Главные сделки, конечно, фантастические. Очень много интересных продаж произошло. Вы можете поставить потом на паузу, посмотреть внимательный. Например, тоже Терни, лучший, кстати, защитник Арсенала, перешел в Лестер-Сити. Торос перешел в Лестер-Сити. В общем, Лестер-Сити усиляется. И это для нас печальная новость. А Лион продает Депая в Интер. Вау. Ну а наши трансферы более скромные. Да, купили мы двух футболистов, в общей сумме потратив больше 80 миллионов. Но продали также еще своих. Ребят, кого-то отдали в аренду. Вот так вот. Так что заканчиваем трансферное окно и давайте взглянем на нашу молодежь. Тут Скаут нашел очень перспективного ЦФД. Я даже не знаю, что из него в будущем получится. Обязательно за ним нужно будет последить. Но у нас впереди очень изнуряющая заключительная половина этого сезона. И я уже с вами увижусь в концовке данной половины. В общем, увидимся в мае месяце. Буквально по щелчку пальцев. И, друзья, остается последний матч в этом сезоне. Последний матч и он в финале Лиги Европы. Вот так вот мы добрались до финала Лиги Европы, где сыграем с Леоном. Путь к этому финалу был тернист и сложен, но мы все-таки до него добрались. И, друзья, после этого матча я обязательно вам покажу таблицу ВПЛ. Там есть на что посмотреть. И этот матч, кстати, нас может полностью напрямую вывести в Лигу Чемпионов. И до финала добрался именно вот этот состав. Вы видите его сейчас на своих экранах. Да, линия защиты, конечно, проседает по рейтингу. Именно центральная линия. А так, в принципе, состав очень даже хорош. Я до сих пор, друзья, в шоке от того, как развивается Мур. Рейтинг у него 80. 4 звезды слабая нога, 4 звезды финты. И это один из самых перспективных наших игроков. Также бы я еще отметил Хантера. 2 метра роста у этого парня, 19 лет ему. И хорошие перспективы, чтобы стать отличным полузащитником. Ну а сейчас долго раздокольствовать не будем. Вперед выходить на поле. И уже после этого матча мы заценим таблицу ВПЛ. Ведь там реально есть на что посмотреть. И также этот матч нас сможет вывести напрямую в Лигу Чемпионов. Так что если мы побеждаем в этом матче, мы выходим в ЛЧ. Вне зависимости от места в таблице ВПЛ. Так что, вперед побеждать. Финал Лиги Европы. Леон Ноттингем Форест. Что ж, сегодня будет великая битва двух очень неуступчивых соперников. И посмотрите, вот этот трофей достанет сегодня одной из командок. А мы именно в скором времени увидите все сами, друзья. Да, чудо, мы прошли Милан в полуфинале. Попали в финал Лиги Европы. И сегодня будем биться с непростым соперником. Ну и давайте выходить на поле. Финал Лиги Европы. Это не обычный матч. Это самый, наверное, важный матч в последних четырех сезонах. Так что давайте сегодня не ударим в грязь лицом. Покажем хороший футбол. И очень надеюсь, что у нас все сегодня получится. Потому что реально команда должна сегодня показать все, на что она способна. Выложиться на полную программу и показать все свои положительные качества. Давайте, парни, покажите красивую игру. Сегодня, кстати, дебют у Райана Гравенберга. Очень перспективного игрока. Оказался он в Лионе. Хотел взять его к себе в Nottingham Forest, но он просто не захотел уходить. Ну да, здесь сложно будет взломать оборону Лиона. Мур. Блин. И посмотрите, Леон тут неплохо атакует. И хорошо сыграли в защите. Ну сейчас бы Никетия бы еще смог открыться. Нет, нет, я тут не смогу ему отдать передачу. Потому что закрыт игрок и нужно будет играть по-другому. И вот отличная передача на Мура. Мур. 1-0. Вот так. Открыли счет в этой встрече. И Мур забил пока что победный мяч в данном противостоянии. Ну и хорошо здесь Мур. С Никетией просто взаимодействовали. Никетия на всех на себя отлег. Все думали, что именно на него пойдет передача. Но Мур решил пройти сам и пробил с левой ноги в уголочек. Пробил, кстати, не сильно. И воротарь просто, друзья, не успел среагировать. Ну и посмотрите. Неплохо начали. Теперь главное продолжать, продолжать дальше играть. Активно и красиво. Ну и играть в обороне хорошо. Оборона, конечно, слабое место нашей команды. Очень много мы в этом сезоне пропускали. Прям очень много. Так, и вот Мур. Ух, хотел тут красиво сыграть. Мы разгадали его задумку. Полишевский. Потрясающий игрок. И я, ребят, всем советую его взять в карьеру. Потому что, ну, это просто игрок с хорошим дриблингом. Пасом. И если у вас бюджет небольшой у клуба, вы можете взять этого игрока. И он будет показывать себя очень даже добротно. Вот, хорошо. И Магин. Ну, это 2-0. Как мы неплохо Леон тут просто дергаем. Вот это да. Вот это круто. Посмотрите, как здесь классно разыграно все. И просто замечательно. Магин здесь хитро обманул вратаря. И вратарь-то думал, что он будет сильно бить. А он так раз за весушечкой. И потихонечку. И все. Вратарь был у него дел. Ну, что, красиво. Красиво Джон Магин забивает. И тем самым счет удваивается. И это очень даже хорошие заделы, я считаю. Ну, хотя Фабио Капелло, например, говорит, что 2-0 это самый его нелюбимый счет. Что легко, очень легко упустить победу. И в то же время потом проиграть. И, ну, тут уже, конечно, все. Свободные зоны. Ну, плохая подача получилась. Это что происходит сейчас? Леон не узнать просто. О-о-о-о. Тихо-тихо-тихо. Держать. Держать зону. Хорошо играет Маласия. У Маласия и вообще, в принципе, крайние наши защитники. Они очень даже неплохие. И имеют рейтинг выше среднего. А вот центр защиты, еще раз повторю. Центр защиты, конечно, пока беда. Хотя там молодой Тимбер, который еще будет развиваться. Я в нем уверен. Ну, и Ворл. Ворл это просто ветеран нашей команды на данную минуту. Ветеран, конечно, это сильно сказано. Но все-таки это самый старший игрок защиты, если не ошибаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну и хорошо здесь Ворл. Он просто под напрек игрока. И посмотрите, какой высокий прессинг показывает Леон. И сложно из этого высокого прессинга выходить. Но вроде бы показывал неплохой футбол. И сейчас нужно попробовать просто пробить. Кетти, если бы сейчас забил 3-0, то уже были бы похороны Леона. Ну и хорошая первая половина получилась. И просто добротная. Мы очень красиво играем. Кулешевский, конечно, пытался нас там напрягать. И в принципе мы не дали даже спуску сопернику. Кстати, Цыганкова я не вижу. Цыганкова не вижу. Вижу только Кодиаглу. И вижу, в принципе, Мура. И иногда Инкетя еще себя как-то показывает. А вот Кыганков, друзья, пока не заметен. Но может быть чуть позже Кыганков появится в нашем поле зрения. И сейчас очень хороший момент опять был. Опять решил пробить. И в этот раз опять, да и вратарь, затащил. И снова момент. Вратарь очень плохо выбил. Цыганков на втором этаже не поборется, к сожалению. Конечно, в этом сезоне нам хорошо и Цыганков помог. Потому что он реально добавил команде класса. Сложно, сложно, сложно здесь что-то придумать. Вот, хорошо. Тимбер играет. Ну что это такое? Это блокировка была. Судья! Судья, там блокировка была, блин! Ладно. Вот тут, смотрите. Просто не показали полностью весь момент. Кворл ошибся, кстати. Ой, ладно. Все, не паникуем. Не паникуем. Только и Камби забил, но не паникуем, парни. Все. Вот такие вот дела. И Камби забивает. Делает еще 2-1. И вот уже опасно для нас. Главное сейчас не поддаваться панике. Немножко... Не то, чтобы в обороне подсесть, я не буду этого делать. Я просто буду внимательнее играть. В оборону его ходить не буду. Потому что у нас все равно не получится задержать счет, если будем в обороне сидеть. Так. Ну что это за передача была? Не успевает немножко к диаглу. И замена. Так. Нам бы, наверное, тоже замену сделать. Муру, конечно, не хочется убирать. Но нужно выпустить Сибалеса. Мне кажется, Мур устал. Тимбер устал. Ну и вообще не знаю, что делать. Ладно, Сибалес, давай. Я знаю, что Сибалес умеет возвращаться в защиту в случае чего. Мур, например, не умеет этого делать. И Мур раз совсем другие были задачи. Эту встречу он в своих задачах выполнил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие свободные зоны открываются. Блин, ошибка. Нет. 2-2. Я-я-я-я-я. И ошибка в моем исполнении. Я просто не отдал нормальной передачи. И вот она к чему привела. Сам бы ни одного мяча, кстати, не затащил в этой встрече. Ну все, что-то надо придумывать. Все, дизмораль. Команда ловить начала. Ну все, команда реально дизмораль словила. И сейчас нужно что-то придумывать. О-о-о-о-о. Тихо-тихо-тихо. Ну что это происходит? Атака за атакой. В нашу сторону идут. Так, нужно что-то делать в тактике. Потому что парни совсем не могут ничего сделать. Прессинг при неудачной обработке. Так. Чуть поуже будем в защите. В атаке пошире. Ну что. Так, давай, самба. Хорошо. Дорость Инкетия уже не хватает. Ну и в принципе, он все равно прорывается. Инкетия. Ну, в центр. Хорошо. Сибалис. Хорошая передача Инкетию. Да что такое-то, блин. Кодиоглу. Кодиоглу. Гол. Голосо, блин. 82-ая минута. Кодиоглу. Делает счет 3-2 на табло. Казалось бы, отыгрался ли он. Но здесь хорошая передача Инкетии пошла. И какой удар хороший Кодиоглу получился. В уголочек. Красиво. И нужно будет сейчас чуть успокоиться. Вот это битва, конечно. Что получается сегодня. На загляденье, скажу я вам. На загляденье битвы. Ой-ой-ой-ой-ой. Да как же так-то? Считай, 3 удара, 3 гола. У Леона. Надо вратаря будет менять в следующем сезоне. Может, все-таки дело не в вратаре, блин. 88-ая минута. И посмотрите, что произошло. Ну как же так? Центр защиты провалился. Да, и здесь Магин. Единственный игрок был, который в центре. И то он не смог отобрать. Игра в Энберг. Показал сегодня класс. Да, здесь, наверное, вратаря бы не вытащил. Но я не знаю, что делать даже в таком моменте. Остается всего ничего по времени. По сути, надо что-то придумать. Уже в дополнительные 15 минут. Да, ждет нас дополнительные 30 минут игрового времени. И очень сложно будет сейчас что-то, друзья, придумать. Сибали, кстати, вообще не выдохся. Капец. В атаку, кстати, идет Леон. Атакующего игрока выпустил. Свежего. Леон собирается дожать нас. Вот такие вот дела, друзья. Почувствовал Леон вкус крови. Ворл здесь играет. Против Рамаса. И Танганга давай. Ошибку уже сегодня одну допустил этот паренек. Цыганков. Двоих просто обошел, как стоячих. Ну и нужно бежать. Нужно бежать, Цыганков. Хорошо. Магин. Центр на Сибали, Сосибали. Хороший выстрел. Так держать. Давайте наращивать темп. Хороший удар получился. Чуть надо передохнуть. Давайте, 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 парни. Кадягу. Подача. Удар головой. Гловой будет. Амустрон мне предлагает помощник выпустить. Ну нет, я еще верю в Цыганкова. Кетя. Отворот. Дэм. Блин, вот это битва, конечно. Первая половина ведь так неплохо закончилась. 2-0 в нашу пользу. Все, начинать нужно опять заново. И свистит судья прямо на наши атаки. Ну что такое? Ну что, дополнительные 15 минут ждут нас сегодня. Еще один дополнительный 15 минут. Так, начинаем мы эти 15 минут. И нужно будет просто провести их в атаке. Не давать сопернику ни шанса даже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Столкновение здесь произошло. Но вроде Нкетя в порядке. Ой, нет, 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 нет. Господи. Как повезло ты сейчас. Так. Вот 118 минута. Сил у нашей команды вообще никаких уже нет. Играют они, конечно, позорненько. Ну ладно. Давай Сибалиас. Сибалиас. Хорошо, Нкетя. Да. Все. Это победа. Друзья, это победа. Нкетя приносит нам эту победу. 120-я минута. И как же здесь Даня Сибалиас красиво отдал. И Нкетя оставалось лишь только пробить в угол. Ну да, придется еще чуть-чуть тянуть времени. Делать заменку. Потому что, ну, это невероятно. Это невероятно. Нкетя принес нам по ходу победу. Я очень надеюсь на это. Потому что остается всего 30 секунд буквально у Леона, чтобы отыграться. И то их уже не осталось. Все. Все, друзья. Это победа со счетом 4-3 в нашу пользу. Это был самый сложный матч за последнее время. Это было очень сложно. И благо все получилось. Благо все получилось. Смогли взять Кубок Лиги Европы. Но впереди Лига Чемпионов. Посмотрим, что в ней удастся показать. Потому что это самый важный Кубок в этом проекте. Кубок Лиги Чемпионов. Посмотрим, что из этого выйдет. Осталось буквально еще чуть-чуть, друзья. И вот этот Кубок поднимет над головой, конечно же, Ворл. Да, наш Капитан, к сожалению, сегодня Цыганков не показал какой-то яркой игры. Но зато мы сегодня победили. Все ребята молодцы. Несмотря на то, что кто-то там косячил. Кто-то был хуже, чем другие. Но все равно игра получилась очень даже захватывающая. Хотя первая половина об этом вовсе не говорила. Первая половина говорила о том, что это будет легкая победа. Но ли он смог перестроиться, дадим ему должное. Или он показал красивую игру. И лишь только на самой последней минуте мы смогли, друзья, выйти вперед. Какие эмоции подарил нам сегодня этот матч. И мы могли, кстати, проиграть в этой встрече. Когда мяч угодил в штангу. И там вроде сам бы молодец сориентировался. И вроде сам игрок соперника сыграл не лучшим образом. Да, встреча получилась очень яркой. Очень эмоциональной. И надеюсь, вам, друзья, все понравилось. Потому что этот матч был бомбический крот. Ну и что ж, Nottingham Forest становится обладателем Кубка Лиги Европы. И в следующем сезоне мы будем играть уже в Лиге Чемпионов. Посмотрим, что в итоге покажем. Потому что в этом матче мы показали что-то просто невероятное. Провалились во второй половине. Классно сыграли в первой половине. И защита, конечно, сегодня оставляла желать лучшего. Решетовала защита. И наш вратарь тоже. В последний момент я, наверное, классно себя проявил, когда Леон атаковал. И все-таки отдадим, ладно, ему должное. Ну и, кстати, давайте глянем тактику соперника. Видите все сами. Рамос, Кулешевский. Ну и Гравенберг, да. Кстати, хорошо себя проявил. Ох, это было крайне... Это была крайне эмоциональная битва, конечно. Я до сих пор отойти не могу. Ну и нам нужно подводить итоги этого сезона. Ну и, друзья, в этом сезоне мы заняли четвертую строчку. Мы попадаем в Лигу Чемпионов. И я решил перестраховаться. Потому что я боялся проиграть финал Лиги Европы. Ну, в итоге вышло очень даже все хорошо. Мы так-так бы прошли бы в Лигу Чемпионов. А так получилось даже вдвойне подтвердили свою значимость. Ну и давайте посмотрим, что там происходило в Эмиретс Кап. Давайте посмотрим. А в Эмиретс Кап мы вылетели на стадию четвертого раунда от Челси. Кстати, Челси стал обладателем Кубка Эмиретс Кап. Арабо Кап играл Манчестер Сити. Ну а мы вылетели здесь на стадии четвертого раунда. От Отфорда по пенальти... Да. Супер Кубок Эфа взял Баруси Минтон Глагбах. Лигу Чемпионов взял Реал Мадрид. Лигу Европы, как вы знаете, взял Нотингем Форест. Да. Круто. Просто круто. Этот сезон получился удачным. И я рад, что наш состав, вот этот, кстати, состав, показал невообразимую игру. Конечно же, жаль Цыганку. Не показалось сегодня хорошей игры, к сожалению. Но все равно все вышло даже очень хорошо. Заработали мы, кстати, 321 миллион евро. В следующем сезоне должны хорошенько бабок отвалить. Ну, лично я так считаю. Ну и, друзья, вот выполненные задачи. Все даже очень неплохо вышло. Даже смогли какие-то задачи выполнить. Ну и, кстати, Манчестер Сити, да, стал обладателем АПЛ. Совсем забыл вам сказать. Буквально чуть-чуть Челси не хватило, чтобы обогнать Манчестер Сити. Разница мячей 39-38. Прикиньте. Чуть-чуть Челси не хватило стать чемпионом АПЛ. Обидно. Обидно Челси, наверное. Ну, а Манчестер Сити радуется и празднует победу. Ну и посмотрите, кто стал лучшим бомбардером премьер-лиги. Эттен Кетти. Вот так вот. Лучшим по голевым пасам стал Фернандеш, но Кадягло оказался где-то на второй строчке. По сухе матча Мэдерсон. Но меня сейчас интересует даже не кубок, там, Карабо, Капо. Мы даже смотреть их сейчас не будем. А вот меня интересует Лига Европы. Здесь лучшим стал Экамби. Вот так вот. Тот же Энкетти всего лишь забил 7 мячей. По голевым пасам стал лучшим игрок Милана. 6 голевых пасов отдал, но Энкетти отдал 4. Энкетти отличный игрок, лично я так считаю. И то, что он стал лучшим в премьер-лиге, это много значит для его карьеры. Ну и пришло время также еще, друзья, подвести итоги нашего состава. Кто вообще самый лучший игрок. Но я думаю, что тут уже понятно, кто самый лучший. Это, конечно же, Энкетти. 35 мячей за сезон забил. 11 голевых передач отдал. Но Кадягло отдал больше голевых передач. Он стал лучшим по голевым передачам. И я скажу, что средние оценки меня тоже вполне себе удивили. Знаете ли. Да, центральная линия защиты, конечно, себя как-то не показала красиво. И я в этом сезоне лишь только вловил фейспалм от игры центральных защитников. Но в любом случае, друзья, посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, что будет дальше. Потому что впереди очень непростой сезон. Впереди сезон в Лиге Чемпионов. И там будет очень интересно. Посмотрим, как наша команда сможет справиться с конкуренцией в Лиге Чемпионов. Посмотрим, чего сможет достичь в итоге. В общем, продолжение следует. Продолжение следует...